Это одна из самых крупных серий в истории видеоигр, и это был лишь вопрос времени, когда народ начнет делать безумные вещи. Сегодня GameRanks представляет вам 10 невероятных поступков игроков Grand Theft Auto. Предлагаем заценить игру Black Desert. Для тех, кто не в курсе, это ММО с огромным бесшовным миром, шикарной графикой и потрясающим редактором персонажей. В ней даже можно строить корабли и сражаться в океане, приручать животных и заниматься селекцией, ну и даже грабить караваны. Недавно вышел новый игровой персонаж, Фурия. Играйте в Black Desert бесплатно по ссылке в описании. Номер 10. Один игрок в Grand Theft Auto Online в попытке остановить читера, дошел до того, что нанял своего собственного читера. Звучит это, конечно, очень безумно, но, видимо, ему казалось, что клин нужно вышибать клином. Это действительно хардкорный игрок в GTA Online. В своем интервью порталу Kotaku он сказал, что это единственная игра, в которую он играет, и у него наиграно около 80 дней в онлайне. Он рассказывал, что играл как обычно, и внезапно на него посыпалась куча денег. Это своего рода грифинг, когда других игроков забрасывают огромной кучей денег. Такие вещи привлекают внимание не только всего комьюнити и всего матча, но и внимание серверов Rockstar. Обычно это является достаточным основанием, чтобы пометить игрока как читера и навсегда стереть из игры. Поэтому читерам нравится забрасывать деньгами других людей, чтобы их объявляли читерами и удаляли из игры. Этого игрока неправомерно объявили читером, и его занесли в черный список. Это просто кошмар для хардкорного игрока, которому очень не хотелось бы, чтобы его смешивали с этими людьми. В итоге он написал Rockstar, но они ответили, что ничего не могут сделать. После того, как Rockstar доказали свою бесполезность, он решил взять все в свои руки. Он нашел одного из лучших моддеров, связался с ним и дал ему информацию о своем аккаунте. И с помощью информации о его аккаунте, этот читер-модер-наемник действительно сделал свою работу и вытащил игрока из этого черного списка. Согласно интервью, этот моддер знает все про игру и отлично представляет, как можно изменить ту или иную вещь в игре. Он предлагает свои услуги в сети и получает за них деньги. Поэтому в этой или в иной другой игре, если вас отнесли в категорию читеров, вы, вероятно, можете отправиться в Даркнет и найти какого-нибудь чувака с черного рынка, чтобы он починил вам аккаунт. Я бы не советовал так делать, звучит это подозрительно, но это можно сделать. Человеку, которому так нравится Grand Theft Auto Online, они определенно смогли помочь, что очень благородно. Наверное. Номер 9. Это может быть не настолько безумно, насколько круто. Эта 90-летняя женщина играет в игры уже 40 лет. В документалке BBC несколько лет назад она рассказала, как ей нравится играть в видеоигры, и тогда она играла в Grand Theft Auto 4. Она говорила, что компьютерные игры поддерживают активность ее сознания. Она постоянно возвращалась к видеоиграм, потому что ей нравилось, цитирую, «находить новые вещи в играх и чувствовать достижения за их прохождение». И это замечательно, потому что эта английская бабуля не просто играет в игры, а проходит их. Для нее это необычная забава, она всерьез ими увлекается. Именно такая игра, как Grand Theft Auto, это отлично показывает. Стоит отдать ей должное. Номер 8. Вот эти игроки в GTA V в 2016 году потратили почти целый год, пытаясь уничтожить эту дамбу в игре. К северо-востоку от Лос-Сантоса находится плотина Land Act, разрушение которой стало навязчивой идеей для многих людей. Все началось с различных теорий, появившихся на Ютубе и в Реддите. Народ пытался сделать все возможное, как с помощью модов, так и самостоятельно в игре, чтобы разрушить эту дамбу. Один из первых игроков врезался аэростатом в эту плотину, и бесполезно, ничего не произошло. Существуют сотни тысяч мифов и теорий о том, как ее разрушить и добиться невозможного. Думаю, вам известно, как часто игрокам Grand Theft Auto приходят в голову сумасбродные идеи. Вспомните, например, Снежного Человека, различные истории о привидениях и того непонятного Крыса Люда. Все эти странные мифические вещи частенько появляются у Rockstar и в играх Grand Theft Auto. Но попытка не пытка. Самое ведь главное – это получать удовольствие, правильно? Даже если вы не смогли подорвать дамбу, вы играли в видеоигру и отлично проводили время. Номер семь. Переходим к кое-чему безумному. Вот этот британский чувак позвонил в 911, а точнее 999 в Англии, и доложил о чуваке по имени Макс, который умер от потери крови. Он кричал в трубку, говорил с медиками и объяснял, что его друг периодически теряет сознание и ему нужна помощь. В итоге к нему приехала полиция и скорая помощь. Они приехали и поняли, что там никого нет и никто не умирает. Согласно судебным и полицейским докладам, этот парень играл в игру, где во время нее кто-то умирал, а кричать он начал, когда на него напали. Это сильно привлекло внимание местной полиции и скорой помощи, но этот чувак просто сидел у себя дома и играл в Grand Theft Auto Online. Я не буду ни на кого указывать пальцем, вопрос психического состояния этого человека не раз поднимался. Однако в здравом, вы умею или нет, не делайте так. Я думаю, это и так должно быть понятно, но некоторые люди воспринимают игру слишком уж серьезно. Номер 6. Одна бабушка умудрилась заполучить реплику Банши, культовую знаменитую машину из Grand Theft Auto 3 и последующих ее частей. Машина вам наверняка известна, поскольку это, по сути, вайпер. Именно этим машина и являлась. Чуваки из тачка на прокачку от West Coast Customs работали с Rockstar над созданием этой машины из реального вайпера и превратили ее в Банши из серии игр. По большей части, это был своего рода розыгрыш, в котором вы участвовали, покупая копию игры Grand Theft Auto. Внук этой женщины из Северной Каролины использовал бабушкину кредитную карту, что автоматически записало ее в участники, а затем она была выбрана Rockstar. Согласно коллекционерам, машина оценивается в 180 тысяч долларов. Во-первых, она очень ценится фанатами Grand Theft Auto, и во-вторых, машину тюнинговал сам West Coast Customs. Женщина какое-то время ездила на этой машине, и все ее обсуждали, все вокруг считали ее крутой. Но по сообщениям, она решила продать машину, остановившись на 70 тысячах долларов, просто потому что хотела вернуться к своей прежней машине. Она рассказала, что бензин ей дорого обходится, машина была опасно быстрой, а если ломалась, то цены на запчасти были слишком уж высокие, что не оправдывало ее починку. Честно говоря, это разбивает мне сердце. Я уверен, что машина нашла достойного коллекционера, который ее пристроил, но в какой-то степени хотелось бы, чтобы Rockstar не случайным образом выбирали победителя, а отдали бы машину настоящему фанату, которому она была бы нужнее. В итоге, ее получила бабуля, которая ездит на этой машине в продуктовый магазин. Честно говоря, я просто завидую, но она хотя бы отдала ее в хорошие руки. Номер пять. Мы частенько говорим о том, что люди слишком серьезно воспринимают игры, и это один из таких безумных примеров. Двое братьев, одному за 20, другому за 30, оба играют в Grand Theft Auto Online по отдельности в разных местах. Однажды младший брат выследил персонажа старшего брата и убил его. После этого старший брат написал следующее. «Я убью тебя, заставлю твоих детей и жену смотреть, как тебя убивают. Затем я убью твоих детей прямо перед твоей женой, а когда она будет плакать, я застрелю и ее». За следующие 24 часа брат отправил ему более 50 сообщений с угрозами, но это еще не все. На следующий день брат сел в свою машину и проехал 50 миль до города, где живет его младший брат, чтобы засыпать его новыми угрозами сквозь его почтовый ящик двери. На следующий вечер он пришел к нему с бейсбольной битой и кричал, что убьет его, так же, как тот убил его персонажа Grand Theft Auto. Младший брат сказал, что он словно превратился в своего персонажа в Grand Theft Auto. Он вызвал полицию, которая взяла старшего брата под арест и попросила прекратить это делать. Ему пригрозили, чтобы он держался от своего брата подальше, но он продолжил писать гневные сообщения об убийстве своему брату. Младший, что жил тогда в том доме со своей женой и двумя детьми, сказал, что был сильно потрясен, а его семья была просто в ужасе. Кроме того, такая перепалка между братьями посеяла раздор во всей семье, и отношения в семье изменились. Все благодаря Grand Theft Auto Online. Серьезно, это похоже на историю из игры Grand Theft Auto. Номер 4. Это очень забавная история. Чувак, играющий в GTA Online, поделился на реддите постом, каково это быть на высоте в Grand Theft Auto Online. Для человека, у которого в игре есть все, чего только можно достичь, это звучит не так, казалось бы, круто. Один пользователь реддита написал в своем посте следующее. «У меня практически все машины в игре, все недвижимости, яхта, весь бизнес мой, а на моем счету более 100 миллионов долларов. Думаете, весело играть, когда у тебя уже есть все?» А вот и нет. «Мне больше нет смысла в это играть. Пропал восторг от покупки чего-либо после нескольких недель гринда. Я провожу свое время в игре в одиночестве, издеваясь над другими и отстреливая рандомных людей из снайперской винтовки с крыши здания. Мне одиноко, мне скучно, и это просто ужасно. Все в игре кричат «Мне нужны деньги, дайте мне денег», но когда у тебя есть абсолютно все, это ужасно удручает. Игра почти пропала для меня, и я не получаю никакого удовольствия от того, что делаю». Я думаю, что эта цитата показывает, что все видеоигры завязаны на гринде, на погоне за чем-то и на прокачке. Но когда вы добираетесь до верхушки, вам уже больше ничего не остается. Если так подумать, то абсолютно все достижения в видеоиграх бесполезны. Возможно, это уже крайний случай, но это отличный игровой пример того, что за деньги счастье не купишь. Номер три. У меня для вас есть еще кое-что интересное и безумное. Это сделал не какой-то игрок, это больше касается технологии. В сентябре 2016 года была новость о том, что машины с автопилотом играют в Grand Theft Auto, чтобы лучше ездить. Очень современная комплексная система искусственного интеллекта обучается на практике. Одна университетская команда, работающая вместе с Intel Labs, собирала различные данные. С помощью программирования они создали искусственный интеллект, который мог использовать данные фотографий и обучаться тому, куда ехать и куда не ехать, избегая пешеходов. Эта команда загрузила в ИИ более 25 тысяч фотографий. С помощью Grand Theft Auto V ИИ их всех обработал и ввел свои обозначения для пробок, конусов, поворотных линий, пешеходов и тротуаров. По словам команды, обычно этот способ обучения занимает годы, но благодаря загрузке всех этих картинок, искусственный интеллект их обработал и обучился всего за 49 часов. По сути, искусственному интеллекту необходимо анализировать данные реального мира постоянно. Они опробовали это на Grand Theft Auto и всё сработало превосходно. Если вы хотите об этом почитать, то вам стоит это сделать, это очень увлекательно. Оставлю-ка я ссылку в описании под видео на то, о чём я сейчас говорил. Номер 2. Кое-что попроще. Это просто невероятно и это замечательный пример настоящего фаната. Один пользователь Ютуба посетил Лос-Анджелес и задокументировал все реальные места и сравнил их с игровыми эквивалентами из Лос-Сантоса. Он даже составил фотографии, использовав внутриигровую опцию селфи и реальные селфи. Должен признать, решительность этого парня впечатляет, особенно учитывая, что Rockstar замечательно воссоздают реальные места в виртуальном мире. Кроме того, это очень интересно, будь то Нью-Йорк или Лос-Анджелес, и вам самим стоит посетить эти места. Вам также стоит заценить видео этого чувака, поскольку он записал все возможные места. Получилось неплохое слайд-шоу, так держать. Номер один. Это произошло относительно недавно, и это настоящее безумие. Нам очень нравится, когда кто-то делает безумные вещи относительно Grand Theft Auto. Помните тот крупный заказ в автокафе, когда его сделал Big Smoke, проезжая в Клакенбелл? Если не помните, то вот, пожалуйста. По сути, внезапно в интернете это превратилось в крупный мем. Однако один ютубер сделал кое-что совершенно невероятное. Этот ютубер делал различные челленджи с едой. По сути, он заказал эквивалент заказа Big Smoke'а в Макдональдсе, и все это съел. Весь заказ составил более 9000 калорий, и он потратил 35 минут, чтобы все это съесть. Это был серьезный челлендж, но он все-таки смог. Было бы круто, если бы он еще принарядился в Big Smoke'а или вроде того, но, наверное, это уж слишком. Это настоящее безумие. Это очень круто, и я сам так хочу. Так держать, чувак. Наслаждайся этими двумя номерами 9, номером 9 большим, номером 6 соусом, номером 7, двумя номерами 45, одним сыром и большой колой. Это настоящий обед чемпионов. На этом все. Это были самые безумные вещи, касающиеся Grand Theft Auto. Если у вас есть какие-то идеи или интересные информации, делитесь ими в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok